МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они приходят в движение, вырабатываются электроэнергией, которая передается на нагрузку, установленную у нас в лаборатории внизу. Это экспериментальный образец. Производят всего 1 кВт электроэнергии в час. Также установка способна накапливать энергию ветра и снабжать здание током даже в штиль. Предприниматель Тимофей Корягин предложил городским властям проект, по которому с помощью подобных агрегатов можно освещать городские улицы. И не только. Первая группа клиентов – это сотовые операторы. То есть те мачты, которые они сейчас используют для реотрансляции своего сигнала, их же можно использовать в качестве мачты для установки нашей ветротурбины. Вторая очередь – это девелоперы-строители, те, которые занимаются не просто строительством, но еще и эксплуатацией своих же зданий. То есть для них важно будет сэкономить, уменьшить себестоимость проживания. Для многоэтажки – это освещение придомовых территорий, освещение подъездов, для операторов сотового связи, электроснабжение передатчиков, электроснабжение вспомогательных бытовых нужд. Мощность установки, проектируемой, должна составить 2-3 киловатта электрической энергии. Ну и в перспективе при увеличении габаритов эта мощность можно увеличить до 5 киловатт. Пока разработчики корпят над усовершенствованием энергосберегающей установки, нам, обычным людям, приходится думать, как сохранить бюджет. При этом не меняя кардинально привычный образ жизни. Продолжать есть, развлекаться, красиво одеваться и носить украшения. Говорят лучшие друзья девушек – бриллианты. В сложной экономической обстановке алмазы и золото по карману не всем. Мастерица Екатерина Завьялова работает с любыми недорогими материалами – бисером, камнями, тканями, деревом. Но больше всего предпочитает именно кожу. И стильно, и аллергии не вызывает, говорит девушка. Наверное, у каждого в доме есть какие-то старые кожные изделия, например, куртка или что-то подобное, кусочек кожи, который можно отреставрировать. Это достаточно просто. Если нет серьезных загрязнений, просто протереть слегка влажной мыльной тряпочкой. Не сложно абсолютно. Несколько простых манипуляций. Вы можете получить, в общем-то, сделать такую подвеску. И кому-то в подарок или себе. В любые времена кризисные и не очень. Женщина остается женщиной. И новые побрякушки зачастую помогают справиться с депрессией лучше психологов. Чтобы не остаться без штанов, но в бусах, нужно засучить рукава, приложить чуточку усердия и в итоге блистать в оригинальных эксклюзивных украшениях. Универсальный клей, скальпель, кусочек кожи и маленький камушек. Из всего этого можно сделать вот такую прекрасную подвеску, которую в уже заготовленный шнурок мы вставляем и надеваем на себя. Украшать себя человек привык с давних времен. Сегодня, зайдя в отдел с бижутерией, у многих, что называется, глаза на лоб лезут. Цены зашкаливают. Принцип «я его слепила из того, что было» – альтернативный вариант для модниц. Что же касается пищи насущной, как ни крути, но бусами и браслетами сыт не будешь. Без хлеба даже в кризис никуда. Румяные батоны съезжают с конвейера, чтобы оказаться на столах самарцев. Огромное производство хлеба практически полностью автоматизировано. Каждый цех работает как часы. Здесь замешивается тесто, здесь формируются будущие батоны, здесь им придается товарный вид, и вот он уже на выходе с пылу с жару. Рецепт прост, и при желании такую вкуснятину можно испечь и дома. У нас сырье российское, значит, работаем мы конкретно, конечно, по рецептуре. Используются, значит, дрожжи, сахар, масло растительное и масло горчичное. То есть все сырье то, которое необходимо для выпечки батоны. Сластеным тоже унывать не стоит. Многие сладости, конечно, выросли в цене, но только не те, которые делаются из отечественных продуктов. На производстве уверяют, побаловать себя вкусненьким можно и со скромным бюджетом. Не разоримся, потому что у нас большой ассортимент кондитерских изделий, которые выпускаются на нашем отечественном сырье. Это не сильно ударит карману наших покупателей, когда они себе позволят не только к чаю, но если и пойти в гости, приобрести какой-то тортик. Ну, мы, конечно, решили поучаствовать в производстве этих прекрасных тортов. Мне даже разрешили сделать розанчики, это называется. Давайте посмотрим, что у меня получится. Теперь мы можем взять вот такие красивые цветочки разноцветные и украсить. Мне сказали, как получится, можно не переживать, поэтому посыпем еще сверху орешками. Ну, вот такой, собственно, торт у нас получился. Даже в самые тяжелые времена человек может отказаться от всего, но только не от хлеба. Не зря, говорят, он всему голова. И самарские хлебопеки уверяют, что на своем сырье вполне в состоянии прокормить область. А кризис мы переживем. Обязательно.